Вечер, добрый дорогие друзья, с вами Квантом и добро пожаловать в сегодня тот самый ролик, о котором вы так долго говорили. А точнее в роликах по рафту ты заметил окошко, в котором показывались все мои характеристики системы. В этих характеристиках системы самые внимательные заметили небольшую отсылку. Видеокарта RTX 3080. Моментально прилетели здравые вопросы, а почему не вышел ролик, почему не рассказал про обновку, где ролик с 3080 и так далее. А не выходил ролик по одной простой причине, вернее очень непростой причине. Если говорить коротко, то моя Windows замусорилась настолько, что в играх FPS не поднимался выше 60 кадров. Это с учетом того, что на то время у меня стояла видеокарта 2080Ti. Установив компьютер 3080, вся эта история с 60 кадрами продолжилась. И забегая наперед, нет, это был не майнер. Нет, это были не вирусы, это был банальный баг Windows. Почему так долго не выходил ролик, потому как проектов, которые нужно было закрыть до переустановки в Windows было очень много, переустановить ее я не мог. И вот, наконец-таки, наступило время, Windows переустановлено и мы готовы сделать обзор на это великолепие. Переходим к приятному. Это, собственно говоря, сама видеокарта. GeForce RTX 3080. И она у нас сегодня на обзоре. Открывая коробку, нас встречает вот такая вот красота. Это Founders Edition, это оригинальный дизайн от NVIDIA. На первый взгляд я даже не подумал, что это решетки радиатора, я думал, что это часть дизайна. Снимем заглушку. В сравнении с 2080Ti, видеокарта 3080, немногим больше. Взгляни, как эпично выглядит система охлаждения. Я свечу фонарем, чтобы было лучше видно. Видишь, патрубки охлаждения и решетки радиатора. С двух сторон стоят вентиляторы для большей эффективности. Грубо говоря, обзор видеокарты завершен. Что касательно комплектации, здесь все очень интересно. Потому как видеокарта новой серии, у нее новый процессор и все новое. У нее новые стандарты питания. А это означает, что разъем у нас совсем другой. Чему я веду? А веду я к тому, что наступила эра 12-пиновых коннекторов питания. Предыдущий коннектор питания был 16-пиновый с красивыми проводами. Самое главное, что переходник 16-пинового на 12-пиновый разъем есть в комплекте. А? Эппл, как тебе такой расклад-то? Классно? Классно. Помимо коннектора питания, в комплекте идет мануал. Ну то есть макулатура разная, на ней мы не будем зацикливаться и идем дальше. Поведаю тебе абсолютно все. Даже то о том, как я ставил видеокарту в компьютер. И открыв свой компьютер, я обнаружил тысячелетний слой пыли, на котором можно рисовать. Конечно же, чтобы все было красиво, я для начала убрал полностью в компьютере. Убрал всю пыль, пропылесочил все детали, с компьютером все было хорошо, ничего не оторвал. Открутив болты крепления и отключив все кабели питания, мы наконец-таки можем извлечь видеокарту. В этот момент, пока я пытался вытащить видеокарту, я забыл про самое главное, что в материнской плате есть специальная лапка фиксации, которая крепит видеокарту к материнской плате намертво. Ее нужно отчелкнуть, но не переживай, до меня дошло раньше, чем я сломал материнскую плату, и я извлек видеокарту. Вот так вот выглядит старая видеокарта, как я говорил, это RTX 2080 Ti. Попутно давай немного расскажу о своем компьютере. О характеристиках ты уже знаешь, и у тебя возникает вопрос, а что это за плата с надписью Avermedia внизу? С помощью этой платы я захватываю видео и записываю, собственно говоря, видео с консолей. 4К 60 FPS, это Avermedia 4К. Наступил самый торжественный момент. Интеграция новой видеокарты в компьютер. Блин, как же это было приятно. Видеокарта интегрирована, лапка защелкнута, болты и фиксации вкручены. Все готово, можно подключать коннекторы питания. Интегрировав коннекторы питания, я их соединил с тем, что у меня было, то есть 12-ти пиновыми разъемами. И получил результат. Включаем компьютер, переустанавливаем драйвера и проводим игровые тесты. Собственно говоря, то, ради чего ты сюда пришел. Вот так все это королевство выглядит в темноте, полной посмотри, как она красиво подсвечивается. Сегодня на обзоре будет несколько игр. Счетчик кадров ты можешь обнаружить в правом верхнем углу. Начнем мы, пожалуй, с Horizon Zero Dawn. Некогда эксклюзив для PlayStation 4, портированный на ПК. Чего можно ждать от порта? Конечно же, не человеческих требований к железу. Для начала, чтобы все было чисто, продемонстрирую настройки графики. Начнем с настроек видео. Как ты видишь, разрешение экрана 2560 на 1440 точек. Это 2К разрешение. Далее в разделе графики у нас все на ультра. Как ты видишь, текстуры максимум, качество моделей максимум, фильтрация средняя, тени максимум, отражения высокие, облака максимум. Выше уже некуда. Теперь посмотрим на средний показатель кадра в секунду. Как ты видишь, очень грузовая сцена. Здесь много деталей, много травы, роботов. Все это невероятным образом нагружает систему, в частности, видеокарту. Как ты видишь, кадры колеблятся от 92 кадров в секунду до 120. Средним показателем является 100 кадров в секунду. Но если же брать менее грузовые сцены, где не так много деталей и моделей, здесь мы в среднем получаем 105 кадров в секунду. Идем дальше. А, и главное, чуть не забыл, процессор установленный в компьютер Intel Core i9-9900K. Оперативной памяти 32 гигабайта. Ну и, собственно говоря, RTX 3080 на 10 гигабайт видеопамяти. Далее переходим просто к катастрофически грузовой игре. Red Dead Redemption 2. Чтобы ты понимал, в первое время эта игра вышла эксклюзивом для PlayStation 4. И понимая все этапы оптимизации игр для консолей, эта игра умудрялась очень сильно лагать в определенных моментах даже на PlayStation 4. Что ты думаешь, эта игра сделает с компьютером, в которой будет гибкая настройка параметров графики и огромные просторы с кучей деталей? Правильно, она убьет компьютер. Для начала продемонстрирую настройки графики. Как ты видишь, разрешение у нас стоит 2К, все стоит на ультра. Везде максимум, ультра, ультра, все самое лучшее. Теперь давай посмотрим на средний показатель кадров в секунду. Перед нами открываются прекрасные виды. Это не просто спрайты, это 3D объекты, которые прогружает система и просчитывает в реальном времени. Здесь же мы получаем в среднем 85-90 кадров. Где минимальный показатель 78 кадров в секунду. Вот такой вот Red Dead Redemption. И при этом не забудь учесть то, что программа, которая показывает количество кадров в секунду, она же производит запись. При произведении записи эта программа отъедает в среднем 5-10 кадров. То есть без программы мы имели здесь в среднем в районе 92-95 кадров в секунду. И потому, как я собрал самые жесткие и грузовые игры, которые у меня были, зафиналим все контролом. Как всегда, в начале покажу настройки графики. Как ты видишь, все стоит на ультра настройках. Мало того, рендеринг в 2К, разрешение 2К, все высоко. Включены технологии RTX, это Ray Tracing, когда свет становится более детальным, тени более глубоким. Когда свет просчитывается в реальном времени. Я тебе, в общем, про эту технологию рассказывал. Есть даже отдельный ролик. В общем, все включено и смотрим, какое количество кадров будет в этой игре. В среднем мы получаем 95 кадров в секунду. Кадры варьируются от 85 и до 110 кадров. Средний же показатель, как я говорил, это 92-98 кадров в секунду. Это с учетом программы записи, которая отъедает FPS и максимальных ультра настроек. Помимо всего этого, что еще могу добавить про видеокарту от себя? Безумно приятно был удивлен временем рендера. Ранее, если на рендер 20-минутного ролика у меня уходило в среднем 35-40 минут, то теперь же я рендерю его за 10-15 минут. Порадовал плагин от NVIDIA Broadcast. Грубо говоря, это плагин, который с помощью нейросети убирает любой шум с микрофона. К примеру, твой сосед во время записи решил сделать ремонт. Таргет перфоратором на весь дом. Ты включаешь шумоподавление в программе и все, шума как не бывало. Работает, кстати, он на всех видеокартах 20-й и 30-й серии. Приятным будет рефлекс для обладателей слабых компьютеров. По сути, этот инструмент снимает часть нагрузки с процессора и отдает их видеокарте. Это позволяет существенно сократить время вывода кадра. Она есть в Warzone, Fortnite, Apex и Valorant. И скоро появится в Destiny. Работает на всех видеокартах, начиная со старенькой 9-й серии. Это был обзор на видеокарту RTX 3080. Как тебе видеокарта по дизайну, пиши в комментариях. Как тебе ролик, также напиши в комментариях. И напиши в комментариях, какой ролик хотел бы увидеть сегодня. С вами был Ковантум, до скорых встреч.